Что ж, 4 месяца ждать не пришлось, сразу ху**аре нового выпуска жутких мультов, надеюсь, ты отписку заслужил. Посмотрим мы сегодня анимацию, которая называется Джека Стауберс опала, don't swim smalls, что в переводе на русский Джек Стауберс орал, взрослый плавать малый. Кричал или Джек Стауберс или глотал, мы вот это уточнение опустим. Давайте поговорим для начала, кто такой вообще Джек Стаубер. Джек это музыкант, он сам пишет текст к своим песенкам и собственно прославился он благодаря экспериментальным клипам к этим самым песенкам. Выглядит это все своеобразно в стиле VHS кассет и опал как раз такой и является. Это жуткая анимация с песнями, которые скрывают за собой глубокую и эмоциональную историю. Начинается это все с короткого плана различных предметов, с пепельницы, с окурков, потом зеркала, измерительная лента, таблетки, опустевшие бутылки. Все эти реальные кадры прерываются к картонным домикам, в котором проживает наша главная героиня Апал. Живет она вместе со своей семьей, которая поет ей песенки про то, что они ее видят, то есть буквально просто видят. А также видят ее трудности, которые ей предстоит пережить, но обещают ей помочь со всем этим. Они поддерживают ее во всех начинаниях и говорят, не боятся ничего. А Апал в это время замечает в своем окне жуткий дом напротив, он завораживает ее, однако отец запрещает даже смотреть туда. Девочку это не останавливает и ночью она снова подходит к окну, чтобы посмотреть на дом напротив. И окно так манит ее, что она решает выбраться на улицу и подойти к этому самому жуткому дому. Внезапно включается свет, то ли как сигнализация, то ли просто как датчик движения. А Апал не успевает ничего придумать, кроме как забраться в незнакомый дом. Там она находит жирного мужика, смотрящего телек, и, пытаясь по-тихому скользнуть, она наступает на упаковку из-под чипсов. Мужик резко оборачивается и зовет Апал по имени Клэр. Да, как вы поняли, он слепой. А еще он очень любит курить сигареты и просит ему принести их, ведь он знает, что именно она спрятала сигареты от него. Апал приносит желаемую пачку, и, как это и бывает с этим мультом, начинается веселая песенка о невеселой теме, в которой улавливается трагедия зависимости. Визуал становится похожим почему-то на какую-то игру для первой PlayStation, но пускай это вас не удивляет, тоже дальше пизжа. Дедок принюхивается и понимает, что это вовсе не Клэр. Он не знает, кто рядом с ним, начинает орать на девочку, чтобы та убиралась из его дома. И Апал в это время не придумывает опять же ничего умнее, кроме как побежать наверх по лестнице. Там ее завораживает дверь, которая, по всей видимости, ведет в ту самую комнату, которую она видела через свое окно. Те же просеивающиеся простыни в ее сознании притягивают ее. Она подходит к ней все ближе, но ее останавливает странный чудак, лицо которого она даже не видит. Он весь увешан с зеркалами и, так же как и старик, снизу думает, что это Клэр. Рассказывая о том, как он сегодня охуенен и, крутя в это время зеркалами, он чуть не поворачивает одно из них на лицо Апал, но все, слава богу, обходится. Он не замечает ее и начинает петь песню про то, как общество не принимало его из-за внешности. Сейчас же он довел ее до идеала и пока вот это вот он все напевает, старик в это время поднимается по лестнице, Апал замечает его и заскакивает в спанию, где один лишь сплошной хлам, бардак и ничего больше. Она медленно передвигается по комнате и ее внезапно хватает за ногу жуткая худочавая женщина. Возможно, это мать Клэр. Она рассказывает о том, как она устала, она поет, что хотела бы, чтобы рядом с ней была дочь, постоянно, у себя на руках, у себя в объятиях, но прерывает это все депрессивное пение случайно упавшей бутылкой алкоголя. А Апал пользуется случаем и, наконец, забегает в ту самую комнату, которую она всегда наблюдала лишь из окна своей комнаты. Медленно подойдя к окну на противоположной стороне, она не видит своего дома, лишь билборд со счастливой семьей, рекламирующей бургеры Апал. На сознание всего того, что это было, прерывают те трое, пытаясь вломиться в комнату. Она же все это не вносит и просто безвыходно начинает кричать, разрываясь от мечты оказаться быть с той самой семьей с билбордом. И на этом анимация кончается. Думаю, вы уже догадались, что Апал это и есть Клэр, однако это еще не все, что спрятано в картине. Например, в самом начале есть пасхалка 25 кадром, в котором видно, что Клэр оказывается фанатка Ханка Импакта. Да, я сам был в небольшом шоке, вот только недавно показывал вам Геншин Импакт, а теперь еще и это. Кстати, насчет Геншин, думаю, многие из вас наслышаны о ней. Это одна из самых популярных игр в открытом мире на данный момент. И вот сейчас Геншин Импакт и Ханка Импакт заколабятся. Ханка Импакт это мобильная игра, на консолях вы ее не найдете, но уровень ее качества сопоставим с проектами на этих самых консолях. Включает она в себя различные жанры, такие как хак-н-слэш, социальный симулятор, платформер, данжен-кроулинг, а также одиночные и многопользовательские режимы. Но что насчет коллаба? Как вы уже могли понять, Геншин и Ханка будут немножко связаны. Теперь Фишель будет о новой Валькирии, присоединившейся к Ханка, вместе со своим компаньоном Ози. Но кто играл в Геншин, тот поймет все. Также в Ханкай теперь будет Волк Севера и Кэт Син, и что офигенно, а не бесплатно. А новые игроки, которые присоединятся к игре впервые, могут выиграть более 100 карт снабжения, выполняя различные миссии. А еще смогут принять, кстати, участие в розыгрыше PlayStation 5. Все подробности об этом будут в описании, как и ссылка на саму игру. Напомню, она для ваших мобильных телефонов. Итак, о чем же мульт? Да, я уже сказал, что вы уже поняли, что Апалл это Клэр. Вы, наверное, поняли, да? Но интересно будет посмотреть и на всех остальных героев. Почему они представлены такими, какими представлены? И почему дома напротив не существует? Начнем с того, что Клэр это девочка из неблагополучной семьи. Все они не обращают на нее внимания, и именно поэтому она создает свой идеальный мир. Возможно, не без помощи таблеток и запрещенных веществ. Она не хочет оставаться в этой реальности, в реальности, где ее семье на нее наплевать. Ее дедушка не видит из-за слепоты, он лишь слушает понос истерика и требует от нее сигареты. Сама же девочка понимает, что они убивают его, поэтому от него и звучала фраза «Я знаю, что ты спрятала их, принеси их сюда». И каждый раз, когда она пытается уберечь его здоровье, она слышит лишь крики. Ее отец, он также не видит ее глаза заграживать зеркала, которые являются аллегорией самолюбования. Скорее всего, он был слишком одержим своей карьерой, тем, как он выглядит в глазах соседей, товарищей по работе. То есть он пытался скрыть свои комплексы, изменился, стал себя нравиться, но не обращал все это время внимания на все, что вокруг, а в частности на свою дочь. Его интересует лишь он сам и его карьерный рост. А мать, ну алкашка, яблана, я тут думаю, все понятно. И каждый член семьи использует Клэр в своих целях. Им не важна ее личность, а вот вымышленная семья видит ее. Они поют ей о том, что видят ее, видят ее проблемы, но также еще и поддерживают ее. Ей нравится эта реальность, она хочет там остаться, но когда она возвращается в свой реальный мир, ее воображение просит остаться. Вымышленный отец пытается отгородить ее от жуткого дома. То есть ее подсознание хочет оставаться в этой безопасности. Что, кстати, еще интересно, это самая воображаемая семья, они всегда вместе. А вот касательно реальности, тут каждый озабочен лишь собой. То есть все они живут отдельно, каждый в своей комнате. Получается, что в семье не этой дири. И, скорее всего, Клэр мечтает о том, чтобы ее семья, она была дружной и полноценной. Так что такая вот тяжелая картина о ребенке, которая вследствие психологического насилия убегает в другой мир, в вымышленную реальность, и убегает она туда с помощью... Как ты думаешь, Том будет там? Том? Кто это? Парень, которого мы видели прошлой ночью. Вот, посмотри. А, точно, он... Слушай, горяч, как думаешь, у него большой член? У таких-то парней я обычно глотаю. Одри, ты можешь, пожалуйста, смотреть на дорогу, пожалуйста? Не будь занозой в жопе. Она вообще должна быть рада, что мы везем ее к бабушке. Верно, не будь таким ребенком, Джульетта, дай мне лучше сэндвич. Ладно, прости. Еще я слышал, что он, кстати, дает в жопу. Подожди, что ты имеешь в виду? Ну, он любит... А девчонок в жопу. Ох, он заводит меня теперь еще больше. Стой, как ты вообще все это узнала? А ты точно никому не скажешь? Одри, скажи уже мне. А девочки, осторожно. А так начинается мультфильм Джульетта. Французская хоррор-анимация о девочке, которая после аварии застревает в своих мыслях, где крутится телефон с обоими красавчиками. А потом все прерывается реальностью. Джульетта на обочине, машина на дороге, в ней на распашку открыты двери, сквозь которые видны кровавые следы. Она отправляется по следам, а позади ее в это время промелькает и дала обидный силуэт. Девочка пробирается сквозь кусты и натыкается на церковь. Из нее слышен поначалу смех, а потом оттуда блондинка зовет и саму Джульетта. Внутри Джульетта находит своих подруг-шлюх, которые приглашают ее к себе и начинают сосать. Сэм. Но все прерывается трезвой картинкой, где Джульетта сидит в луже Крупове, а рядом с ней полумертвые подруги-шлюхи. Внезапно в тени появляется тот самый силуэт, который узнает у девочки счастлива ли она сейчас, ведь она явно этого хотела. Спустя секунду мы видим у Джульетта нож в руках, а силуэтом оказывается ее отражение, только в более раннем возрасте. Отражение обещает всегда защищать ее, и на этом анимация кончается. Ясен худ, Джульетта, и была виновница аварии и смерти, но вопрос у меня к этой анимации немного в другом. А Лизбуха она вообще или что? То есть почему она представляла вот эту вот сцену, и почему она убила их, если не за факт, а члена сосайства? Жду вашу теорию в комментариях. Ну а на этом все, не забывайте про колокольчик, который поможет вам не пропустить следующий ролик. Да, вторая анимация говно какое-то в плане, но нет тут даже никакого смысла, наверное, хотя жду вашу теорию в комментариях. Но первая анимация смыслом, так что я считаю то, что баланс создан. Ну а еще не забывайте про телеграм-канал, в котором всякую ерунду пишу о себе и не только о себе. Всем удачи и пока!